Добрый день! В эфире программа Мимонод. В сегодняшнем выпуске мы начинаем цикл передач, посвященных юбилею группы Машины Времени. Команда весной следующего года будет отмечать вместе со своими фанатами этот праздник. После завтра в этой студии в 16 часов лидер команды Андрей Макаревич, а сегодня фотохудожник Маргарита Шоу, которую Андрей Вадимович объявил официальным фотографом и группы Машины Времени, и своего клуба. Маргарита, расскажите, как вы дошли до жизни такой? Ну, добрый день! Во всем виноват Макаревич. Как у Капитановского во всем виноваты Битлз, в моем случае во всем виноват Макаревич. Наверное, этот вопрос хорошо ему будет в пятницу задать, я бы сама хотела услышать на такой вопрос ответ. У меня есть какие-то такие гипотезы, почему? Но я их не буду озвучивать. Вы же снимаете лучше всех, да? Так как мой друг лучше всех играет в блюз, а здесь вот... Нет, 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 я хочу сказать, что вот я ему очень признательна, очень благодарна, потому что вот это вот назначение, оно случилось в самый тяжелый период моей жизни, когда вот этот год я буквально... А что это за год? Давайте уточним. Тяжелый год я похоронила своего мужа, мужа последнего. Это который год был? Это был 16-й год. В 2015 году, в сентябре мы расписались, еще там пару-тройку лет назад мы нашлись в Фейсбуке, даже не в Фейсбуке, в соцсетях моего мира. Благодаря вот этим соцсетям, вот все их ругают, а я вот настолько благодарна, потому что я его видела и влюбилась там, да. И мы долго шли, трудно шли к нашему союзу. И вот в 2015 году он, решив все свои проблемы в своем родном городе Орле, приехал, сделал мне предложение, и в конце года, в сентябре, на День веры, надежды и любви, вот так специально подгадали, у нас была такая замечательная рок-н-ролльная свадьба. А рок-н-ролльная это какая? Рок-н-ролльная, а это наш приятель Мишка Бесфамильный, и Бесфамильный это не его фамилия, фамилия Шикалев. Он предоставил помещение своего тогда клуба на Петровке, и собралась такая маленькая-маленькая тусовка, мы не хотели ничего такого вот скромненького. И мы там вот по рок-н-ролльному Боря Булкин у нас играл, и мы вот такую свадьбу. Даже я помню, с улицы привели коня прямо в клуб, меня водрузили на этого коня, вот, как самый трезвый на собственной свадьбе. Ну, в общем, это все лирика, это не о том, мы собрались. И вот, понимаете, в сентябре, значит, мы с ним расписались, и все бы казалось замечательно, а весной 16-го года, ну, буквально через полгода, выясняется, что он смертельно болен, и уже неоперабелен, и... — Онкология? — Онкология, да. И в мае месяце я его проводила, значит, в Москве. Спасибо родственникам, что они стали настаивать на захоронении в Орле. Ну, вот он здесь, теперь со мной рядом и близко. И вот это вот состояние, конечно, но это была потрясающая любовь, и она никуда не делась, по крайней мере, во мне. И он во мне живет, и мне приходится как-то с этим воевать, мириться, бороться. Как я говорю, что выхожу в мир, я улыбаюсь, потому что людям не нужны мои сопли и слюни. Поплачу я где-нибудь в подушечку потом. Стараюсь быть позитивной, но это не отметает внутренний состояние. — Я просто посмотрю, что у вас в Фейсбуке альбомы выложены, начиная с 2011 года. Вы до 2011 года не так много снимали, или вы просто не сочли нужным эти изображения публике показывать? — Нет, это вообще удивительная история. До 2011 года я понятия не имела, что такое соцсети, естественно. До 2011 года я понятия не имела, что существуют в Москве какие-то клубы, и что в них выступают рок-музыканты. Я вам больше скажу, до 2011 года я абсолютно не была с самой юности, с детства фанатом никого. То есть я меня не интересовала. — Фанатом никого – это хорошо. — Никого. — Маргарита шоу «Фанат никого». — Никого не фанат. У меня не было кумиров, вот прям так, чтобы это были кумиры. — Вы музыку слушали, наверное? — Музыку слушала абсолютно разношерстно. Вот абсолютно. Росла я в такой глухой деревне под названием Бирюлёва, ну, уже такой в более-менее сознательном возрасте, с 10 по 17 лет. Без присмотра родителей, потому что они ушли, разведясь, ушли устраивать свою личную жизнь. Каждой отдельно, а меня, значит, благополучно повесили на бабушку. Бабушка задача была только кормить, и чтобы вовремя домой загнать. Я прекрасно училась, чтобы родители не докучали. Зато после школы я была предоставлена сама себе. Я не сильно любила компанию, я любила быть одна. И как бы музыку слушала разную. Но есть одна вещица, которая прошла лейтмотивом через всю мою жизнь. Она не какая-то сверхъестественная. Я хотела сегодня взять эту пластиночку и что-то забыла. Маленькая такая голубенькая, мягенькая группы цветы. А, такие были, я помню, эти голубые. Да, 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 да. Вот я её купила. Я не помню, откуда у меня эти 60 копеек взялись. Не помню. Ну, наверное, мама дала. Всё-таки это был 76-й год, мне 12. Я не думала, что я сама где-то это заработать могла. И я её купила. А что можно в Бирюлёве купить? Бегать за пластинками. Я не была фанатом вот таким, чтобы пластинки собирать, у мелодии толкаться. Не понравилась нам, да, группа цветы? Там одна песня понравилась. Которая? Старая рояль. А-а-а. Старая рояль. Бойкая такая, да. Бойкая. Вот. И я её до дырок, буквально до дырок. Потом как-то пластинка потерялась, мы переехали, я выросла. А вот нет-нет, она у меня в голове, вот где-то вот там вот эта пластинка. Кто там исполнял конкретно? Я не вдавалась в подробности, но я знаю, что вот эта песня, она вот как бы вот, я под неё вот какой-то вот ритм задавала. И вдруг в 2011 году, в общем, виноват-то во всём изначально даже не столько Макаревич, то есть он виноват в том, что я стала снимать, а в том, что я попала в мир музыки, вот в мир музыкантов, виноват Александр Васильевич Слизунов. Вот он в 1976 году был как раз, по-моему, худруком цветов, и вот на той пластинке эту песенку исполнял он. Он был аранжировщиком, и он же её там исполняет. И вдруг я его в моём мире встречаю какого-то Слизунова, какого-то, со смешной какой-то аватаркой, птичка такая с клювиком, с глазиками, с лапками. И начинается какой-то там диалог, не диалог. Я вот, честно говоря, я уже смутно помню, но вдруг я выясняю, кто такой Слизунов. Знаете, у меня вот потрясение было просто. Надо же было натолкнуться в большой громаде людей, которые сидят в этих соцсетях в моём мире. Это был, честное слово, это была судьба. Я ему, начиная петь дифирамбо, он от меня отмахивается. Ну, я понимаю, что после этого старого рояля у него были замечательные вещи. Он не только эту весёлую музыку писал, у него там много всего. Ему это, когда это было, называется. А для меня-то это. То есть, я вот вся такая вот, а он, значит, ему начинается какой-то диалог. И потом я потихонечку за ним переползаю в Фейсбук, а у него друзья. Андрей Вадимович Макаревич, у него Володя Якушенко, Михаил Меркулов. И они потихонечку, вот я этими друзьями начинаю бросать. И вот так вот, вот от паутина, паутина, я и вошла в этот мир музыки. А снимать-то когда начали? А снимать я начала на маленькую мыльницу. Вот как я в мир музыки вошла, у меня была вот такая маленькая мыльница. Вообще ни о чём, потому что качество было отвратительное. Единственное, что я понимала, что мне где-то даже удаются какие-то моменты, ракурсы. Постановка кадра какая-то интересная у меня получается. Ну, а поскольку я ничего другого, лучшего не видела, я серьёзно не видела. Сейчас я могу немножко вернуться назад. Я 30 лет в Москву строю. Я строитель. Я сидела в подземелье. Ну, это образно, конечно говоря. Я в строительной организации работала. И, естественно, с лопатой я не бегала, поскольку имею высшее образование. Но, тем не менее, то есть работа заключалась в том, что ты вот, как бы я отдавалась себе целиком этой работе. Потом дом, семья ещё появилась. И уже некуда и нечего. И вот это удивительно, когда вдруг раз для меня ещё какой-то посторонний мир открылся. То есть то, что я недобрала в своей юности, в детстве, я вот сейчас, соединяя в голову, да, вот у неё много, красивая такая, вроде говорят, без ребро. И я, меня вот как бы понесло. В общем, я начала на эту мыльницу снимать. Стали хвалить. Потом начали уже намекать. Пора тебе переходить на какую-то… Я же на Фейсбуке всё выкладываю, делаю это просто для людей. Ну, похвастаться, что я вот на этом концерте была, вот посмотрите, какие фотографии. Ну, вот это вот опять прошло, уже будучи в зрелом возрасте, не минуло меня вот это. Давайте с вами сфотографируемся, честно. Говорю, не минуло, абсолютно не минуло. Вот это сейчас уже я как-то поспокойнее стала к этому. Ну, значит, и в 15-м же году муж мне говорит, давай всё-таки, правда, купим какой-то посерьёзнее аппарат. Значит, ребята-фотографы мне советуют, я покупаю. Начинаю снимать на него. И уже качество картинки, конечно, меняется. А мой уже пристрелявшийся глаз, как я хочу видеть, в основном музыкантов я снимала. Я же ходила, добирала, добирала, то, что в юности не получила, добирала. Причём я вот, наверное, была вот такая, а я и сейчас такая. С такими открытыми, широко на мир глазами, как ребёнок. Ты, раз, на себя в зеркало смотреть не хочешь, потому что душа – это всё равно девочка, вот та самая, Бирюлёвская. И вот когда случилось, я пришла в клуб в очередной раз к Андрею Вадимовичу Макаревичу, когда случилось, что мужа похоронила, я два месяца никуда не вылезала и никого не хотела видеть, абсолютно никого не хотела видеть. И одна выползла, пришла и стою, разделась. Вот как сейчас помню, стою, разделась в вестибюле. Вот предбанечек такой у него, холл перед двумя этими залами. И вдруг слышу, он меня окликивает. Кто-то. Ритка. А вот надо отдать должное. Ритка, меня не звали с детства. Вот я не знаю, сейчас, это опять, это дифирамба, Андрея Вадимовича, не подумайте чего, это дифирамба. Ритка, меня не звали с самого-самого детства, из того самого глубокого Бирюлёва. И вдруг я слышу вот это Ритка, таким бодрым голосом, как будто меня позвали гулять, откинув меня так лет на 40 назад. Я головой кручу, не пойму, кто же меня так мог назвать-то. Обычно Марго, Марго, вот почему-то избились, вот Марго, Марго. И я так оглядываюсь, он стоит, его там с кем-то фотографирует, он говорит, это я, я тебя позвал. И вот он подходит ко мне и говорит, если, говорит, тебе будет приятно, если, говорит, ты хочешь с этой, говорит, минутой, можешь считать тебя официально фотографом группы «Машина времени». И я вот помню, у меня вот тут вот в горле что-то, ком какой-то образовался, я не знаю, что сказать, потому что, с одной стороны, у меня слёзы из глаз должны были, я их как удержала, не знаю. Это человек, который не просто ответственность какую-то повесил, нет, он меня вот как Мюнхгаузен сам себя тащил, а он меня вот закусил вот так вот из того уныния, в котором я пребывала, потому что я практически себя похоронила. Я жила, естественно, доживала, донашивала, но тут появилось нечто, ради чего надо отвлечься. То есть вот это какая-то, ну я даже не знаю, как слов правильных подобрать, то есть он вот в нужный момент, это всё случилось в тот самый нужный момент. Ну я думаю, что Андрей Владимирович, поскольку он художник, он по образованию, как вы знаете, архитектор, он художник, практикующий, вот он не может, конечно, не оценить ваш глаз, потому что меня тоже фотографии поразили совершенно ваши на Фейсбуке, тем более, что как-то худо-бедно я людей, которых вы снимаете, как правило, знаю, и то, что вы сумели и умеете вот из них вытаскивать, это совершенно поразительно. Я думаю, что всё это как-то делается не навыком, а каким-то наитьём. То есть всё это как-то вот… Как много у вас, скажем так, брака? То есть вот вам 100 надо изображений сделать, чтобы выбрать одну, или 10, или вот… Вот вы снимаете, и сколько в этом руды в материале вашем? Раньше было больше. Почему? Потому что раньше я вот первый свой фотоаппарат, благо его сейчас починили, вот этот маленький, немыльницу, вот уже серьёзный аппарат, потому что теперь у меня ещё более крутой фотоаппарат, потому что я решила, что надо соответствовать, и решила себя побаловать, сделать себе подарок. У меня в следующем году 55, у машины 50, у меня 55. У меня, кстати, тоже для них есть задумка такая, подарок сделать. Вот его я буду пока держать в тайне, потому что в нём должны участвовать не только я, ещё некто. Так вот, тогда я снимала серийно, ну, дорвалась, называется, кнопку нажимаешь, и так сразу стреляешь, да? Тут уж думаешь, наверняка… Ну, многие так работают. Потом я посадила свой фотоаппарат благополучный таким образом, у них же оказывается у всех. Всё приходит, опыт приходит с… Ресурс есть, да. Да, ресурс есть, это и кнопочки-то оказывается, а не просто так, ходи, стреляй. Вот, и я благополучно его посадила. И сейчас я стала уже одиночными выстрелами, но хочу сказать как. Мало того, что есть брак, конечно, когда смазано, вот дефект в самой фотографии, я его никогда не выложу, если мне вот… Я стараюсь прямо вот идеально, хочу, стремлюсь к этому. Но есть некоторые, когда мне не нравится эмоциональная подача фотографий. То есть, как это вот… Ну, я не то хотела от человека получить, вот не ту эмоцию. А вот я перебью вас, вот такой вопрос, если мы говорим о машинистах, ну, действующих и бывших, потому что вы снимаете многих. Кто из них самый благодарный материал по фактуре изображения? Беспроигрышный. Да, да, вот мы про изображение говорим, не про музыку, понятно, не про человеческий аспект, а именно про вот в контексте вашего ремесла. Для меня это, конечно, Ефремов. Валерий. Беспроигрышный, да, потому что у него… Вот я всегда с ним в десятку попадаю. У него есть эмоции. Он же так редко улыбается. Валера, я помню его с начала, с 50-х, совсем с тех пор и не видел. Он абсолютно не улыбается. За барабанами у него другой настрой, он никогда за барабанами не… И он даже мне в камеру улыбнулся всего единожды. У меня есть эта фотография, и то он просто сидел, он в этот момент не играл. Хомич, хотя я не знаю, он же как бы в штате, по-моему, не… Ну да, у него статус приглашённый. Сессионный, да? Вот, но он прекрасно, беспроигрышный вариант. То есть тут я уже сижу и вот уже от жира бешусь и выбираю какую-то интереснее. Вот фотографии, которые я, бывает, отсеиваю, их нельзя назвать браком. Они меня не устраивают. Это не то, что я хотела людям показать. Они есть, я их не выбрасываю. Я их вот храню для чего-то, может быть, другого. А вот сегодня я хотела показать вам вот такую эмоцию, потому что она интереснее, она круче, она более ярче окрашена какая-то и соответствует общей концепции всего этого концерта. Андрей Баждар оценил, как бы вот он оценил его и за счёт этого хода, и он, в общем, это озвучил. А от остальных машинистов были какие-нибудь когда-нибудь слова в адрес вашей работы или нет? Ну, говорят, конечно, не-не-не, говорят, конечно, все говорят. Все-все-все-все говорят, кроме молчаливого Валеры. Да, ну, Валера, понятно, Валера единственный из музыкантов, который я не могу, несмотря на то, что мы знакомы с ним были очень давно. Были, потому что уже не поддерживаю с ним связь, не могу его вытащить, он говорить не любит, это правда. Скажите, а вот то, что происходит с музыкантами, что кто-то уходит, вы как-то это переживаете? Очень переживаю. Уход Маргулиса, допустим, Державина. А вот Маргулис, это без меня. В 2011 году его уже, по-моему, не было. В 2012 он ушёл, по-моему. Ну, не суть важна, да? Вот именно в 2012 я, наверное, первый раз попала на концерт машины. Первый раз. Первый раз, точно. Абсолютно первый. Стремительно, вы погрузились в коллектив. Ну что, давайте я сейчас скажу вам, Жень, вы же, я за границей была всего один единственный раз. Это был 89-й год, это был СССР в составе туристической группы. Всё, я больше за границей не была. Сейчас это легко наверстать. Вы же должны ездить на гастроли с СССР. Не, 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 не. Они не вылезают из Израиля. О гастролях речи не было. Я, будем сказать, скажем так, московский фотограф. Кстати, тогда, когда Андрей Вадимович назначал, он произнёс дальше фразу, вот я сейчас вспомнила, он сказал, что при условии, что у машины до этого никогда в её истории. Официального фотографа нет, это правда. То есть, ты будешь первым. Это правда. И вот это вот, понимаете, да, какую ответственность наложило. Ну, какой-то, не то чтобы смысл жизни появился, но и смысл жизни, не побоюсь, на самом деле. А любимые музыкальные номера есть в коллективе? Или сольные работы? Все. Ну, как все, ну, так не бывает, чтобы все, ну, как, ну, понятно, что вы там потребляете эту продукцию, но что-то вы же должны для себя выделять, как вы в своё время на этой гибкой пластинке, где было, наверное, 4 песни, заслушали только старый рояль «Дадыр». У меня в машине МП-3 диск, на нём не просто машина вся, от начала и до конца. Это мой покойный муж где-то купил, я не знаю, где, где-то у себя в Орле, вот положил мне в машину, и вот я его гоняю. И вот сейчас вот врасплох, я не знаю, что сказать, какая любимая, не все. Они же такие разные. Абсолютно разные. И я умудряюсь как-то переключаться. Меня даже вот за рулём это не напрягает, потому что только что была какая-то лирика в виде свечи, и тут же, значит, Женя начинает там, играет блюз, да, и абсолютно мне это нравится. То есть вот эти перескоки, они даже где-то как-то вот, я не могу выделить, мне всё нравится. Очень нравится, кстати, его, Андрей Вадимович, проект, который почему-то сейчас уже закрылся, как я понимаю, это оркестр Креольского танго. И некоторые, многие вещи, даже большинство из них, мне очень нравятся. Некоторые они поют уже в составе других проектов, он поёт, а кое-что не поёт. Песенка, в частности, песенка про счастье, но её нигде не поёт, а мне она так нравится. Ну, я сейчас напевать не буду, потому что у меня нет слуха. У меня нет слуха. А вообще сайт-проект, то, что делают сольно, там, тот же Маргулис или Кутиков с нюансом, вы это слушаете? И слушаю, и снимаю. Ну, то, что снимаю, то, что снимаете, это я вижу. И слушаю, и снимаю, и люблю. Я сейчас скажу, конечно, ну, меня уже Андрей Вадимович простил за это, он сказал, где это девочка, тебе можно. Я никогда не фанатела на бетлах. Ой, вот это просто непростительно. Это непростительно. Он бы не простил это кому угодно, но вообще у меня очень много чего прощает. Даже мою чрезмерную эмоциональность, когда мой этот прорабский голос, а он у меня действительно прорабский, я же в строительстве в последнее время руководящей должности занимала, и мне нужно было стройку строить, повышенные тона, и, наверное, иногда вот много меня много. Вот этого я очень время боюсь, всё время сама себя пытаюсь сдерживать, потому что, Рит, тебя много, ты уже как это сиди тихо. И как-то мимо. Сосед слушал, помню, в Бирюлёва. Один сосед, второй сосед. Кто-то слушал ещё более серьёзную музыку, тяжёлую какую-то там. А я слушала старый рояль. И не стыжусь этого. Не надо, на самом деле, этому мужество надо иметь, чтобы это озвучить, тем более, конечно. Мне муж говорил, Рита, говорит, ну хоть когда-нибудь что-нибудь соври. Говорит, ну нельзя же, говорит, такой, ты искренне-то быть, да что ж это, говорит, такое. А, кстати, вот у вас же в Фейсбуке, опять же, я видел много фотографий, когда вы с музыкантами. Кто вас в этом случае снимает? А, наверное, как правило, присутствующий в этот момент ещё какой-нибудь фотограф. А, то есть, это не ваши фотографии? То есть, у вас прав на них, как бы, если мы говорим с точки зрения? Если только это на мой телефон снято, то это буквально может быть так. Как обычно, берёшь телефон, суёшь, да, тебя снимают, тут никаких прав вообще даже речи быть не нужно. Поэтому, если какие-то фотографии я заинтересую, то я по каждой отвечу, кем она была снята, и есть ли там кто-то на неё права, затребуют. Ну, а на концерты вы ходите, вы бэкстейдж, да, ходите, или вы работаете из зала, вот как обычно? Нет, бэкстейдж. Да, то есть, вы видите всю кухню. Не мешаете? Вот, вопрос-то не ко мне. А по ощущениям, по-вашему? Я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь. А что вам мешает работать? Вот, что вас в работе раздражает, отвлекает? Свет. Всё, я всё остальное, я могу, свет. Свет клубов у меня, ну, как, наверное, любого фотографа. Я не снимаю со вспышкой. Я снимаю без неё, потому что кто-то из фотографов достаточно великих сказал, что она делает лицо плоским. Я совершенно согласна. Вспышка. Вспышка, да, если она неправильно выставлена, неграмотно особенно, всё равно она делает лицо немножко плоским. Без неё лицо получается вот как 3D всё-таки объёмно. Ну, это опять-таки, это моё видение, я сейчас даже ни в коем случае не хочу, не буду спорить с профессиональными фотографиями, я их терминологию тут не знаю. Мне мешает свет, когда вот эти фонари красные, синие, зелёные, приходится потом при обработке уходить в чёрно-белый вариант. Я правильно понял по, опять же, условно говоря, таким бытовым фотографиям, что вы принимаете участие в каких-то неофициальных посиделках, то есть, не хочу слово пьянки употреблять, но там обеды, ужины или нет? Или мне показалось у меня такое? Нет, это только, наверное, со своими близкими, с музыкантами. Нет, и это могут какие-то отдельные проскакивать из гримерок, но я предпочитаю гримерки всё-таки не снимать. Почему? Мне кажется, это как раз вот… Интимно. Ну, вот я могу в машине, в машине могу, в машине могу, и то не всё, не всё. У меня есть шикарная фотография, я её никогда в жизни не выложу, потому что… Ну, во-первых, мне Андрей Вадимович сказал потом, не сейчас, не сейчас, он пошутил, сказал, когда кого-то из нас не будет, продашь за миллион. Вот, ну, тут всё вот изнутри идёт как-то, вот изнутри идёт чувство моего такта, оно вот как бы является вот лакносовой бумажкой, что можно, что нельзя. А вот, то есть, вы перед обнародованием фотографий их, ну, условно говоря, утверждаете у Макаревича или нет? То есть, вы на свой страх или сами выбираете, какие изображения? Нареканий не было, никогда не просили там «Рит, убери» или что-то? Вот никогда не говорил «Рит, убери». Если у меня сомневалась, я ему в личку кидала. А он там, да, он писал там «Ужас». Писал он, да, и всё, я понимала, что этот ужас останется в архивах, в моих архивах, и никуда он не денется. Я его отдавать не буду и ни в коем случае нигде не опубликую. Что-то ему нравится, что-то не нравится. Когда нравится, он пишет и лайкает. Ну, уж не всё видит иногда. Ну, в общем, я в последнее время взяла за правило отсылать ему на почту, чтобы у него они тоже были. Понятно. Поэтому. Ну, то есть, получается, что такой, условно говоря, контрагент у вас один, это руководитель коллектива. Все остальные музыканты, они как бы тогда… То есть, есть некий приоритет? Всем остальным по умолчанию нравится. Я надеюсь так, мальчики, я надеюсь так. Если что, пишите, ругайте, говорите. Ну, вот, допустим, Андрей Державин покинул коллектив, он теперь уже не в зоне ваших профессиональных фотоинтересов. В зоне всё жду, когда позовёт на свой проект. Да, он готовит что-то новое, работает сейчас в студии. Вы группу «Сталкер», кстати, слышали в то время, когда она была шумела? Из радио, там, по-моему, был канал «Дважды два», вот оттуда могла слышать. А вот так, чтобы специально там диски покупать или ещё, этого не было. Я когда была, я же говорю, строила. Ну, у вас же дисков и группы машин «Времени» тоже не было. Ничего не было, ничего. От машины «Времени» у меня вообще ничего не было. Ну, говорю, у меня вообще ничего не было, я строила. Удивительно, как будто это вот… Я сейчас сижу, я сама удивляюсь, что, как, почему я здесь оказалась. Какой такой волею судеб я здесь вот сижу и даю интервью впервые в своей жизни. Мне бы тогда сказали, тогда. Я бы никогда в жизни не поверила. Нет, ну, я считаю своим журналистским долгом к юбилею вообще хватить как можно больше людей. Тем более тех людей, которые, потому что, честно говоря, люди, которые на виду, они очень много давали интервью. Мы же понимаем, что это продукт коллективный, то, что там делает машина «Времени». Там есть люди, которых и широкая публика не знает ни в лицо, ни по фамилии. Вы, кстати, с директором были знакомы? Да. Да, с Володей, да. Для вас неожиданностью было то, что он сперва ушёл из коллектива, потом ушёл из жизни? Для меня каждый уход неожиданность, честно. Я всё очень близко к сердцу принимаю, я вообще очень человек, который переживает, вот я виду не подам, а внутри у меня прям вот всегда так. Какой-то вот, когда чашка разбилась, любимая, да, примерно то же самое, какие-то неполадки в твоём любимом коллективе, я же всех их люблю. А, кстати, я даже не знаю, я сейчас вот задал вопрос, я понял, что я даже не знаю, кто сейчас директор машины «Времени». Серёжа Старцев, если я правильно понимаю, он был директором «Нюанса». Ага, то есть группа Кутикова. Да, вот, он сейчас директор машины. Вы как считаете, человек, его качество, душа, мы сейчас вообще говорим не про коллектив, а вообще про людей, если это очень хороший человек или это очень плохой человек, это на фотографии проступит рано или поздно, потому что вот изображение, оно что-то схватывает или изображение просто фиксирует, ну, условно говоря, оболочку, а контент, содержание человеческое не вытаскивается. Как вы для себя это видите? Ну, тут всё от меня зависит. То есть зависит от фотографа конкретно, да? То есть это можно вытащить, вы считаете? Можно вытащить, можно его снять так и показать его с неприглядной стороны, то есть вот как он есть. Можно скрыть, спрятать. Я почему-то издалека захожу. У вас в моём представлении Маргулиц всегда очень-очень такой добродушный. То есть вот он такой вот, ну, прям вот, ну, такой вот зайка. Такой фотографии. А мы ведь знаем, что Евгений может быть, в общем, колким, очень таким вот человеком, так сказать, постоять на своём. Я это чувствую. Жёстким. Вы этого не показываете или это невозможно схватить камерой? Пускай это делают другие, я не хочу этого делать. Я предпочитаю вот в людях видеть прекрасные. Я, Жень, замечательный, но как-то вот, Жень, без обид, как-то вот. В смысле дистанция? Да, есть какая-то такая дистанция. Вот, допустим, с остальными дистанция, вот эта вот она намного короче. А здесь какая-то всё-таки есть. Это без обид, это без всяких этих самых, каждый человек волен делать ту дистанцию, которую считает нужным. Он таким образом сам себя сохраняет, кого допускать, кого не допускать. Но я не стремлюсь его показывать плохим. Но я не хочу этого. Нет, я к этому и не признаю. Нет, все хорошие, все, пускай один настолько, другой настолько, третий там ещё больше, четвёртый вообще в нём ничего, изъянов нет. Мне хочется вот показать, кстати, вот все фотографируют, как правило, на фотографиях, смотришь, Гаррика Сукачёва, Игорь Иванович, с перекошенным лицом, с какими-то вот этими вот, вот не хочу показывать эти эмоции, не хочу «Оскал» делать. Я, когда его фотографировала, один раз в единственном концерте попросилась у знакомой, который, значит, вот в Yota Space он бывший, сейчас он Green Club называется. И нам разрешили фотографам три песни снять. Первые три песни мы под сценой бегаем, снимаем, потом нас оттуда убирают, чтобы мы уже не мельтешили. И вот за три песни я стала Игорем Ивановичем. Он у меня везде улыбается, везде добрый. Вот вы не поленитесь на Фейсбуке, зайдите в альбом, там фоток немного, потому что всего три песни было. Но у меня там Игорь Иванович какой угодно, удивлённый, улыбающийся, лукавый, но нигде нет вот этого какого-то вот этого вот искажённого лица, абсолютно. А я цель задачи такие не ставила, я хотела, наоборот, показать им немножко другим. Буквально недавно мы были у Андрея Комарова, но у него такой интересный проект есть по воскресеньям, кинобаттл, он устраивает просмотр отечественных фильмов, и потом приглашает туда или режиссёров, или актёров, которые в этом фильме участвовали. И идёт обсуждение, нравится фильм, не нравится фильм, там каждый высказывается. И мы смотрели недавно фильм о «Дом восходящего солнца», «Дом солнца» Игоря Ивановича, который сделал. И он там был, и я знала, что он там будет, и, естественно, сделала фотографию. Думаю, покажу. Ну, мало покажу, ещё и автограф возьму. Ну, почему нет, пускай у меня будет автограф. Мало, я не так часто с Игорем Ивановичем пересекаюсь. Можно сказать, даже первый раз на его концерте была. Нет, второй раз. Я пришла, положила, ему понравилось. Ну, вдруг, вот ему понравилось. Он мне даже так и написал, «Рита, вы чудо». Я расписался. И вот, пожалуйста, я его хотела таким видеть. Я с ними разговариваю. Я когда видоискатель смотрю, я с ними мысленно разговариваю. А мысленно разговариваю. А как вы можете вообще, вот, в нескольких словах, допустим, каждого из машинистов охарактеризовать? Вот Валера Ефремов, он, что за человек, допустим? Начнём с него, с самого молчаливого. Если вот вам надо было… Вот, ну, здесь вот просто вот вы с человеком встретились, вам надо рассказать о Ефремове. Не как и музыкантине, его технике, барабанщика и… Ну, это как я чувствую, потому что я их вообще практически не знаю. То есть, вы вербализовать не можете? То есть, у вас же есть какое-то отношение к каждому из них? Я его боюсь. Валеру? Да. Да, отлично. Очень-очень хорошо. Нет, я не могу о нем ничего говорить, я его не знаю абсолютно. Да, конечно, гримерки и сцена, всё, других никаких точек соприкосновений нет, поэтому, ну, как я могу сказать, я его боюсь. Он так строго смотрит, я думаю, ой, а я как девочка пионерка, да я вообще как девочка-пионерка возле них, вот честно, просто на самом деле как-то вот. А Кутикова не боитесь? Нет. Почему? Нет, а потому что он сам вперёд делает первые шаги тебе навстречу, и он ко мне их сделал, он вообще так ритуля, ритуля, вот. Ну, то, что Андрея Вадимовича не боитесь, это, наверное, по определению, так как поучитывая, что у вас альянс сложился и профессиональный. Не то, что не боюсь, я его трушу. Да? Мне, 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 да, да, трушу, 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 так, не то, что не боюсь, как это не бояться, не, трушу так, трушу, потому что вот, как это сказано, вот как правильно-то, подобрать слово-то, не хочется говорить там, как отец родной или ещё что-то. Я, конечно, очень уважаю, очень уважаю, очень дорожу каждым его мнением в адрес своих, и поэтому вот, ну, как, наверное, девочка на экзамене. А Марголис? Я же говорю, ну, как-то вот никак. Держа. Ну, друзья, приятели. А вот у вас интерес, когда-нибудь был профессиональный зафиксировать, я не скажу, что на фотоплёнке вы же снимаете, наверное, на цифру, да? Цифру? Нет, сейчас у меня уже последняя не цифра, она не плёнка. А, ну, я всё поняла же, на плёнку я не снимала никогда. В общем, зафиксировать, короче, потому что, когда зафиксировать на плёнке, потом понял, что это будет не некорректно. Тех музыкантов, которые вот для людей, ну, скажем так, моего поколения, которые слушали «Машины в 80-х», они тоже машинисты сейчас. Хотя, наверное, вот те люди, которые сейчас только начинают слушать «Машины в времени», даже не знают их имен. Это там Пётр Подгородецкий, он такой, Рженко. Есть у вас интерес их поснимать? Я Петю снимаю. Подгородецкого снимаете? Как же так я пропустила в вашем фейсбуке? Не знаю. У меня очень много Пети, очень много Пети, да, дружим. Вы дружите, да, с Подгородецкого? А вы читали его книгу «Машины с евреями»? Ну, конечно, читал. Не возмутились? Ну, почему возмущаться-то, если я истории даже не знаю? Я даже истории не знаю. Ну, теперь знаете. Меня просвещали. У Валеры Ефремова, значит, вот его жена Марьяша. Она в Москве сейчас приехала. Приехала, да? Да, она приехала на чемпионат, да, с ней общалась. Вот ей низкий поклон, потому что она меня в курс дела вводила. Знаю, что я такая дикая, вот из подземелья, как говорят, некоторые говорят, там с луны спустилась. Нет, ребят, из подземелья вылезла, я там инженерными коммуникациями занималась. Она вводила в курс дела, рассказывала какую-то историю про машину, про того, про этого. Вот все вот эти. Я слушала вот прям, вот с удовольствием слушала. Ей вот просто низкий поклон и благодарность. Поэтому, когда я читала книжку, ну, мне не с чем было сравнивать. Я просто знаю о книжке мнений всех остальных. Ну, да. Я тоже. А своё собственное, ну, книжка и книжка, я даже не хочу это обсуждать. Вот честное слово. Для меня вот эта маленькая, но уже политика. Это правда, да. Я не полезу, Женя, я не полезу. Вы, кстати, по-моему, в самом начале упомянули фамилию Капитановского. Вы разве были знакомы? Совсем немножечко. Вот как раз этот 12-й год. С Максимом всё-таки были знакомы, да. Чуточку была, да. Но не снимали. Опять же, я не припомню фотографии вас. Она на мыльнице есть, да? Она на мыльнице не есть. Вы поделитесь для моей книги, потому что прям невозможно найти Капитановского фотографий. Потому что в ту пору, ну, вот эту досетевую редко снимали. И он, в общем, никогда не был. У меня одна единственная, вот, к сожалению, одна единственная. Я никак не думала, что тоже вот такая судьба внезапная, резко всё, и переживала очень сильно. И даже там что-то с мужем прыгали, подпрыгивали. Каких-то там, помощь какую-то там, я не знаю, к месту, не к месту это было, вот, и очень жалею, что мало снимала. Но тогда я только начинала, и только вот этой мыльнице. Вы просто упомянули название его книги, я так помню, что книгу не читали, что читали вы только Подгородецкого. Я, если честно, стыд, мне и позор, до книжки так и не добралась, хотя она у меня есть. А, книжка есть, да. А Андрей Вадимович, произведение читали, мемуаристику? Читала, читала, всё, мне нравится, пишет очень интересно, но больше люблю песни слушать. Это, ну, это правда. А я вот люблю-люблю картины его смотреть, мне кажется, он очень интересный живописец. У меня две его картины, у меня две его картины, я их приобрела, по-моему, это был в 15-м году, его выставка случилась, Роза Азора, есть такая галерея, Роза Азора маленькая, и там были рисунки, рисунки его. И я, как сейчас помню, я выбрала один, значит, женщина пожилая и маленький мальчик, и голубь, один, значит, на земле, другой летит в небе. Вот стою, смотрю, из всех всяких этих рисунков его, вот этот, я с мужу говорю, я её сейчас возьму, говорю, сколько у нас с тобой там денег-то, да, выкрыл, карман-то выворачивай. И вот я её взяла, потом хожу дальше по выставке, смотрю, ещё одна висит, а там, знаете, как квартал, вот вид сверху. Дома нарисованы, и машинки там катаются между домами. И я так смотрю, думаю, им же надо где-то гулять, подумала я, и выбрала вторую картину. Вот я ему недавно об этом сказала, и я говорю, знаете, я тогда вашу картину-то купила, он говорит, я всё думаю, говорит, у кого они, оказывается, у тебя. Говорит, ну, говорит, у тебя есть вкус. Значит, я его спросила, как называется эта картина, где женщина и маленький-маленький мальчик. Он сказал, говорит, это, говорит, маленький Андрюша Макаревич, гуляет с бабушкой. Вот так, вот такое вот у меня приобретение. Я очень люблю его, очень хочу, чтобы он мне что-то ещё нарисовал. Буду просить. Прямо предметно для вас? Прямо предметно для меня. Буду просить. Вот наберусь нахальство и буду просить. У вас произойдёт обмен изображениями? Ну, по крайней мере, мне было обещано. Вы знаете, о чём прошу всех, с кем беседую, про группу, и, видимо, даже только сейчас пришло мне в голову, вопрос, может, в Фейсбуке сделаю. Это совсем не ваше карту, что вы за изображение отвечаете. А мне нужно придумать название для книги к юбилею про машину времени. Я вас тоже попрошу об этом подумать. И очень рассчитываю на то, что вы поделитесь своими замечательными работами для этой книги, потому что я сам визуал. Для меня всегда важнее картинка, чем текст. Просто вот так вот судьба сложилась, что мне надо в слова какие-то свои ощущения, эмоции обрекать. Вот поэтому надеюсь, что Андрей Вадимович вам напишет картину, которую вы просите. А вы, как я, опять же, надеюсь, предоставите на свой вкус, отберёте фотографии, сказали, что вы готовы всё предоставить. Я хотел бы, чтобы вы сами отобрали те фотографии, которые с вашей авторской точки зрения являются наиболее характеризующими этих персонажей книги. Да, с удовольствием. А вот прямо на вскидку вы видите, если бы надо было по одной фотографии каждого отобрать, такой нет у вас? Так же, как нет одной любимой песни? Найду. Могу. Нет, мне нужно больше, чем одна, разумеется. Естественно, я поняла, выбрать свои любимые. Но я сделаю для вас две папочки. Отберу для книги и отберу отдельную папочку именно каждого по одной фотографии. Мы все эти папочки задействуем. Наше время подходит к концу. У нас в гостях была Маргарита Шоу, фотохудожник, официальный, первый и единственный фотограф группы «Машины времени». Мы с вами прощаемся до пятницы. В пятницу мы в этой студии встречаемся с Андреем Вадимовичем Кореевичем. Все хорошего. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова